С 1 января на рубль вырос размер базовой величины. Он меняется один раз в год и в 2018 составлял 24,5 рубля, сейчас 25,5. От этого параметра, напомним, зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов, сборов и штрафов, в том числе пособий по безработице. Месячная минимальная заработная плата с нового года увеличилась с 305 до 330 рублей. Также с начала года произошел очередной этап повышения пенсионного возраста. У мужчин он сейчас составляет 61,5, год у женщин 56,5. С 1 января суммарно на 3,9 доллара выросли тарифы для населения на услуги газа, электро и водоснабжения, водоотведения по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, а также размеры возмещения расходов на электроэнергию. А вот тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохранены на уровне прошлого года. Стоит также иметь в виду, что с 1 января граждане, включенные в списки незанятых в экономике, будут платить по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение. В Беларуси 1 января начал действовать обновленный налоговый кодекс. Изменения внесли как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц. Во-первых, для них изменился крайний срок подачи налоговой декларации по подоходному налогу. Если раньше это нужно было сделать до 1 марта, то теперь до 31-го включительно. Одновременно изменился и срок уплаты подоходного налога с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. Согласно новому кодексу, физические лица смогут предоставлять налоговые декларации на бумажном носителе в любую налоговую инспекцию, независимо от места регистрации. С 2019 года также увеличен размер дохода, который может быть получен в виде подарков и призов. Выгоднее стало издавать жилье в аренду. Подробнее с обновленным кодексом можно ознакомиться на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. В первые сутки 2018 года в Гомельской области родилось 18 детей, 13 мальчиков и 5 девочек. Из них шестеро появились на свет в областном роддоме. Здесь приняли 5 мальчиков и одну девочку. Первым в новогоднюю ночь, а точнее через 50 минут после его наступления родился мальчик. Именно он получил красивое и сейчас очень редкое Петр. Мам, дети которых появились на свет 1 января, с поздравлениями и подарками навестили активисты Общественного объединения «Беларусь». Священник из Гомеля стал победителем конкурса «Батюшка года-2018». В нем принимали участие представители стран СНГ. Лучшим батюшкой признали настоятеля храма преображения Господня в Гомеле Протеерея Олега Кострому. Конкурс проводится в группах соцсетей. Его организаторами выступают портал «Приходы» при поддержке управления делами Московской патриархии и грантовый конкурс «Православная инициатива». Олег Кострома руководит информационным отделом Гомельской епархии и является основателем Приходской театра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова